Потому что мне интересно знать. На самом-то деле, друзья, вот интересно... Смотрите, он подошел к двери... Друзья, DotaMix возвращается с новыми бонусами. Теперь на сайте доступен режим прогнозов Sports, а также при пополнении счета ты получаешь двойной бонус с вещами. Для всех халявщиков бесплатные вещи можно получить во фри-гейм. Ну и еще больше шанс выиграть крутые призы во всех режимах игры DotaMix. Шанс выпадения Аркана или дорогой Морталки вырос. Это самый крупный проверенный сервис. DotaMix, здесь живет твоя удача. Всем привет, дорогие подписчики, с вами по-прежнему Диман. Мы продолжаем играть в GTA V и находить интересные факты об двери на горе Чилиад. Друзья, я знаю, что вам очень нравится данная тематика, потому что на предыдущем видосе вы набрали космическое количество лайков. И я не думал, что среди моей аудитории столько Шерлока. Вы, кстати, подправили мне некоторые догадки о том, что... Сорян за стим. Так вот, о том, что а с чего ты взял, что здесь должно быть 5 персонажей, а не 5 каких-нибудь важных объектов. И да, друзья, вы были правы, я тоже как бы подумал. Сейчас мы глянем на эту опять-таки дверцу. И мы увидим то, что здесь, ну, не показано исключительно то, что должен быть какой-то человек. Видите, лишь только кресты. Соответственно, важными какими-то крестами, ну, или же объектами, как я их называю, могут быть такие вот вещи, как яйцо. Далее, летающая тарелка. Автомобиль Омеги. Потому что, да, действительно, именно вот он точно связан с данной загадкой. Ну, и кто-нибудь еще. Мне кажется, либо два персонажа, или же друзья. Может быть, что-то, что-то непонятное для меня, потому что до сих пор я этого не понял. Но, как вы видите, тарелка здесь есть, как бы, да? Но она, по-моему, на другой половине, да? Хм, а где она делась? Ну, я ее слышу, да, друзья? Она где-то поблизости, по сути, да? Но вот не могу понять, где она. А, вон, все, она проявилась, друзья. Короче, смотрите, у нас есть тарелка. Сейчас мы заспауним быстренько яйцо. Кстати, знаете, что я подумал? А почему бы нам потом чуть-чуть не подвигать яйцо и попробовать его засунуть в ту же коробку, которая находится за этой дверью, которую я вам чуть позже покажу? Может быть, из этого яйца и выродится какой-нибудь инопланетный чудовищ? Ну, или чудовище, или, в общем-то, монстр, или же типа того. Короче, друзья, действительно интересная тематика. Сейчас мы будем это проделывать. Будем, в принципе, устраивать данный экспериментик. Если он удастся, он просто все будет замечательно. Кстати, многие мне еще писали... А, господи, это прилетела вот эта вот хрень. Так вот, многие мне писали, что посмотрите и сравните, ну, в общем-то, металл. И сразу будет понятно, что вот эта вот, это действительно настоящая дверца, которая должна открыться. Потому что, если мы сравним, то, в принципе, они реально похожи. То есть, металл, металл на дверях и, соответственно, ну, настенная пасхальная живопись, о которой многие уже слагают и легенды. Короче, друзья, хватит балаболи, и пора уже это все, в принципе, проделывать. Так, ребятки, короче, буду делать все при вас, чтобы вы все это прекрасно видели, чтобы не было потом лишних вопросов. В принципе, смотрите, мы закрываем, как обычно, дверца. А для того, чтобы никто не выбежал, потому что я предполагаю о том, что нам нужно будет дополнительно два человека, которые как раз-таки и являются героями данной игры, для того, чтобы они нам что-нибудь произвели. Потому что, как вы знаете, если остаются два человека по первому моему выпуску, то они могут друг друга убить. А это очень-таки прикольно. Окей, это как-то все-таки надо связать, поэтому давайте мы сейчас что-нибудь такое большое заспамим. Давайте пикапом, наверное, понаставимся, чтобы они по-любому не могли пройти, и, в принципе, мы могли спокойно пролезть. Ай, еб твою, извиняюсь, друзья, извиняюсь. Но мне нужно сделать все так, аккуратненько, чтобы, конечно же, дверцы были закрыты. Ну, точно не так. Чуть-чуть вообще не так мне хотелось бы. Так, 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 так. Ну, е-мое, ну, стань ты нормально. Ты уже, господи, чё ж ты меня бесишь на так? Ё-моё. Просто поставить сраный, сраный пикап. Вот. Вот так, как я и планировал, друзья. Теперь с этой стороны никто в жизни не выйдет. Соответственно, нам нужно это проделать и с этой же стороны. Вот это мы нахер уберем. И, в принципе... Ага, не убрали. Ну, ладно, пофигу. И, в принципе, ставим вот так вот второй пикапчик. И, соответственно, третий пикапчик будет поставлен, ну, очень просто. Так. Так, так, так. И, в принципе, вот так вот мы его здесь оставляем. Да ё-моё! Чё за херня? Какого фига он попускается? Мне не надо, чтобы он отпускался. Эй! Придурок! Ты просто встань мне как надо. Ох ты ё-моё! Мамочки! Мамочки-то, блин! Вот так вот, давайте мы... Вот так вот. Всё, отлично. Потом мы это всё подправим, как мне необходимо. Так, смотрим, друзья. Здесь, конечно же, нужно немножечко отъехать назад. Опять стим открылся, и я уж извиняюсь за это. Да, чтобы не было никакого пространства, чтобы наш второй персонаж, ну, не вышел из данного помещения. Окей. Всё, друзья. Как вы понимаете, у нас имеется много интересного. А именно это яйцо, загадочное яйцо, которое мы также сегодня постараемся заспаунить. Смотрите, в общем-то, просто объект. И че-че. Ага, окей, я понял. Вот так вот на английском прописывается у нас яичко. И мы, в принципе, можем... Я, конечно же, не успел поставить вот. Так вот, мы можем его сейчас, конечно же, заспаунить и поставить, ну, как мне заблагорассудится. И я думаю, что поставить его нужно прямо перед самой дверцей. Почему бы нет? Вот так вот. Отлично, всё. Всё, друзья. В принципе, на этом, ну, первая часть закончена. Теперь мне необходимо найти, конечно же, автомобиль Омеги и куда-нибудь его всюду приторабанить. Так, ребят, ну, в принципе, я нашёл данный автомобиль. Спейс Дотскер, если я не ошибаюсь. Могу, конечно же, ошибаться, потому что мой английский на нуле. Поэтому, народ, ну, конечно же, мы должны данный автомобиль, в общем-то, просто взять, ну, и, возможно-таки, затянуть в это помещение. Так, вот, отлично, он светится, друзья, он светится, как просто необычайная лампа или же наша обычная ёлка. Окей, так, нам необходимо, короче, сделать так, чтобы наш уже пикапчик не пропал, поэтому, наверное, таки мы в него сядем, да, друзья? Чтобы, конечно же, можно было автомобиль Омеги, вот, всё отлично, автомобиль Омеги пронести и, в принципе, наш пикап просто не испарился. Потому что такое бывает, когда мы телепортируем объекты. Так, вот, отлично. И, я думаю, да, замечательно, в принципе, да, друзья. Теперь, смотрите, у нас есть... Слышите, тарелка всё ещё здесь, но её, к сожалению, не видно, яйцо перед дверями и, соответственно, автомобиль Омеги, который вы так... Блин, где пикап делся? Автомобиль Омеги, который вы также просили, в принципе, поставить и посмотреть, что будет. Короче, друзья, в принципе, у нас всё готово, теперь осталось лишь только закрыть данную дверцу и, тем самым, можно уже начинать оттелепортировать любого из персонажей. Ну, вот, сначала попробуем, наверное, таки Майкла, а потом уже и самого Тревора. И посмотреть, что будет, в принципе, в этой... Твою мать! Тихо! Всё, друзья, я думаю, на этом стоит закончить и сразу же поставить всё, как мне необходимо. Всё, так вот. И посмотреть, что же будет, потому что, да, действительно, очень интересно и очень, в принципе, загадочно. Да, и я думаю, что мы, ну, по-любому же должны открыть данную дверцу. А чё б нет-то? У нас всё, в принципе, ну, как и надо, всё выполнено, всё соблюдено. Поэтому, поэтому, друзья, давайте мы теперь просто сюда перетащим нашего Майкла и посмотрим, что же будет, когда мы попробуем поговорить и отказать ему в одном действии, о котором он попросит. Смотрите, в принципе, чё? Всё, видите, теперь не ожидал тебя здесь увидеть, говорит Майкл, выпить хочешь? Я, конечно же, отказываюсь уж до, что будет дальше. Чувак, сейчас не могу, и я, типа, сажусь вот такой вот автомобиль Омеги и смотрим, что будет, потому что мне интересно знать. На самом-то деле, друзья, вот интересно... Смотрите, он подошёл к двери, может, потому что мы ему помешали? Он подошёл к двери, посмотрел на неё и просто отошёл. Может, он хотел её открыть? Так, друзья, парень, ты сидишь за мной, что ли? Смотрите, ну, он ходит возле этой двери, но... Но... Блин, вот не происходит того, чего я ожидаю. Парень, вали отсюда. Да ну нахер, иди в жопу. Давай, открывай мне дверь. Ну, дверь открой ты, ё-моё, ты чё тупишь-то? Я твою мать, Майкл. Окей, ждём, друзья. Хватит замыслить. Неужели он сейчас выкинет его из данного автомобиля и убьёт? Ну? Да какого чёрта ты мимо проходишь? Может, потому что яйцо мешает, друзья? Да, действительно, может, яйцо немного мы в другой место сейчас уберём, а? Окей, давай вот так попробуем. Попробуй открыть дверцу. Друг мой, дверца открывается по-любому же, ну ё-моё. Друзья, вот не знаю, на самом деле, почему так происходит, ну и вообще, чё будет, если, мне кажется, мы сейчас выйдем, он тупо нас загазит. Потому что... Ааа... Потому что другого варианта у нас нету. Если мы будем смотреть на это бесконечно, то, конечно же, надоест смотреть всем. Поэтому надо ещё что-то предпринимать. Как вы видите, ничего не меняется, поэтому давайте попробуем выйти из машины и просто посмотреть. Посмотреть. Вдруг по сюжету для открытия данной двери нужно, короче, сдохнуть о Франклину. Ну, может быть, я хз, конечно. Так, ааа, во! Ладно, ладно, ты победил! Он нас убивает, ну и чё? Дверь открыта? Давайте попробуем сейчас что-то пройти, посмотри. Хм. А ну-ка, 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 ну-ка. Сейчас мы, конечно же, зареспимся возле больнички. А почему мы зареспились с Майклом? Вот, это непонятно. Неужели мы убили Франклина? Да нет, Франклин как бы живой. Но вот непонятно мне то, что почему мы зареспились с Майклом? Мы же были за Франклина. Мистика. Мистика, ребят мои. Мистика, конечно же. Давайте, Шерлоки мои, предлагайте идейки. Почему, блин? Я как бы, вот как вы видите, исполняю всё то, чего вы... Хотели бы. Давайте теперь попробуем сюда заспаунить Тревора и посмотреть, что будет. Так, ребятки, я решил немного подождать для восстановления графики. И вот, как вы видите, она у нас восстановилась. Теперь нам нужно подойти ближе к Майклу и попробовать проделать то же самое, но только уже когда мы изменили персонажа. Ладно, до встречи, как бы, да. И теперь у нас опять та же самая схема. И теперь мы ждём, а вдруг, а вдруг дверь откроется. Вы видите, он вроде бы, ну, по-любому чё-то достает из кармана, но... Блин, а вдруг это реально ключ от данной двери, он достает из кармана, но чё-то вот не хватает ему для того, чтобы её открыть. А чего? Вы же видели, как он просто попнулся в карман и тупо это всё прошло. Вот незадача, друзья, вот незадача. Давайте попробуем теперь это яйцо. На всякий, на всякий пожарный проверим. Яйцо поместить... Вот в этот куб. А чё б нет, друзья, куб, как вы видите... А, даже она не поместилась, да? Печально. Давайте как-нибудь... Блин, она не поместилась. А! Да я где-то в жопу-то, ё-моё! Друзья, ну, короче, как-то как-то так. То бишь, мы проверили данную, возможно, разгадку, но, к сожалению, опять нифига не получилось. Я сейчас вам покажу то, что куб, как вы понимаете, ничего не имеет. Ну, я думаю, вы это уже давно поняли, если кто смотрел предыдущий видос, где также пытались разгадать данную тайну. Ну, короче, смотрите, друзья, куб, ну, он вообще ничего не имеет. Он как будто... Как будто вот этот предмет, он, по сути, должен чем-то вот заменяться. По-любому, вот этот вот куб должен чем-то замениться, и, соответственно, мы должны получить какой-то подарок. Ну, короче, друзья, я не знаю, вот как-то так у нас сегодня получилось данный экспериментик проверить. К сожалению, ваша идейка была не рабочей, потому что мы проверили, закинули сюда машину Омеги, и ничего не произошло. Попробовали комбинировать, конечно же, наших персонажей, но вот незадача, друзья, дверца наша не открылась. Но мы не расстраиваемся, потому что, возможно, мы, ну, скоро будем уже близки к данной тайне, а может быть, даже к разгадке тайны, точнее. А может быть, даже уже близки, поэтому не стоит отчаиваться. Нам всего лишь немножечко нужно покомбинировать по вот этим вот квадратикам и понять, что же здесь на самом деле так необходимо. В общем, друзья, я хочу с вами проститься. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Я с вами буду, в принципе, разгадывать данную тайну. Ну и самое главное, друзья, не отчаямся, потому что я уверен, что мы ее разгадаем. Ну и ставьте лайки, давайте наберем около двух тысяч лайков и просто бомбезную кучу офигенных вариантов для того, чтобы мы их все проверили. Все, ребят, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...